Квапа для лохи, фаник, наликание, afterlife, саленсер, ого, Рикки, Рикки Мару, наконец-то появляется Рикки Мару, айсберг, венга, габлочок, зубастенький, и вот, кстати, парень, которого вырезали немножечко из Кэптэнс Мода, будет вновь, вновь мы о нем вспомним. Давайте будем чекать, какие же себе набирают с пылы. А интересно, первым можно и ульты сразу расхватать или нет? Каунд один, начинается через... Начинается, осталось времени. Три, четыре, ага, так вот, убирай. Отлично. А скажи, а ультимейты, ну то есть ультимейты можно хватать сразу или сначала там, типа, обычная способность? Можно ультимейты, брат, там, я вот, я не помню. А можно, можно, можно. Либо ультимейт, либо что-то два скилла, по-моему, хоть. Ну вот, смотри, вот, десять героев, да, которые у них есть, и вот эти все дни героев, как бы там, да, показаны их скиллы. Тут же есть вот все эти скиллы, этих десять героев. Вот сейчас они по одному будут пикать, а потом, видишь, волк два раза идет. Ага. Он будет уже по два пикать, потому что он, типа, последний, он последний пикает войск с пилой, типа, первый начинает потом распик. Ага, окей. Но ультимейты понаразбирали, волчара берет, волчара себе бьет ненатуральную способность, метаморфозис. Окей, и... Сразу и... Сейчас Фанни, главное ему не ш**, что он опять выбирает. Ну давай. Ну, косу бери. Нет. Салференни? А, он взял себе, он волка себе взял. А, слушай, так это ж имба, да, он будет превращаться, будет дополнительный урон получать. То есть, демидж дополнительный, то есть, ранжевым становиться, да, и плюс еще хауль. А, да, да. Верху. Интересно. А лох все решили еще разу урон набрать. Кстати, да. Кстати, клинк, инстейбл. Спасивочка, Кюррент. Старлайф у нас вообще будет, ранжевой такой нюкс, нюкга уже. Так, Каблэка, надо на Каблэка посмотреть, он любит всякие вот такие вот... Эксперименты. Майнгеймы, да, и что он будет набирать. У него есть блинг квапл и... Так, еще есть какой-то блинг тут у нас? Блингков больше. А, есть от Селс. У Рики типа ульта. Да, оно это ультимейт, и его, 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 его еще никто не взял, он по-моему тут берел. А, вот он, блингстрайк, да, четвертый снизу где ультимейтах. Так, у нас из ультимейтов еще Сандр остался, это меняется хпшечками. Господин демон. У нас голем есть. Кстати, да. Големы такие же... А расскажи, кстати, вот вопрос такой про Варлока. Ведь убрали же эту функцию, когда можно диспелить големов. А почему теперь у нас не ферст пик? Ну, просто нереально, это же имба такая, ты можешь там какую-то ключевую роль отдать этому Варлоку, он там быстро аганим рефрешер, и что делать-то? Или пока еще не дошли до этого? Ну, через него, не знаю. Есть стратегия неплохая, когда Варлок идет в мидл, он сразу собирает мидас рефрешер, и даже набирается алхимик на какую-то роль, ну, на роль керри, соответственно. Вот, и он ему фармит там какую-нибудь себе там медальку даггер. Ага, и потом аганим, да. Потом аганим фармит. Это вот неплохо работает. А так, ну, да, голем, да, не дизейблит, но я думаю, команды смеют фокусить. Слабенький големчик-то. И побить, он усталивается. Ну, в общем-то, да, големы там можно их убивать. Просто что у големов там вот эта вот жесткая пассивка, которая там может как прокнуть, вот это он очень много демо уже тогда голему наносит. Да, ну... Ну, короче, надо прям вот очень много големов, я понял. Есть более крутые герои, чем Варлок в миде. Есть та же самая там и Клопа, которая прошла раскачки, может сама игру решать. Есть и Хенд Рейнджер та же, которая тоже в соло может ходить и убивать. Варлок может это все делать по кулдауну своих големов только. Герои в лейт могут уходить. Ну да, к вопросу, почему Слордар так стал популярен. Там 8 секунд стан у него, как бы постоянно можно станить. За время файта можно там 3-4 стана выдать неплохих. Ну, как бы это уже от Слордара зависит, плохие или неплохие, но, тем не менее. Так, ну, уже поразбирали уже героев, практически все скиллы. А, все уже, да? Главное, не путаться, кто что кидает. Это да, это да. Это всегда так. Я потому что играю до сих пор с... Приготовьтесь к битве. Ну, с классической раскладкой, без Square. Ну, от меня так удобно. А классическая это какая? Это Legacy Case. Ну, как в Крафте играл, ну, как в первой доте я так играл, только и продолжаю играть. А, это вот когда по всей клавиатуре там разбросано? Да, 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 да. И когда играю в Ability Draft, это полный. Мне нельзя брать скиллы с одной кнопкой. Ясно. Потому что если я возьму скиллы, где будут образно 2 буквы и какие-нибудь R, они будут на одну кнопку издаться. Я не смогу... Один скилл будет издаться кнопка R, которую ты первый прокачаешь, а второй скилл будет издаться с мышкой. Мышка, ясно. И с охотки он не будет издаться. Интересно. Расскажи, а когда вы на International ездили на все вот эти турниры в то время, когда ты еще был игроком Na'Vi, ты тоже вот играл со старт такой раскладкой всегда? Круто, интересно. То есть никак это не влияло на скорость прожимания кнопок, и там то, что они там не в одной себе, допустим, собранные. Но из-за того, что у меня роль суппорта, это не влияет сильно. А когда ты играешь на корр ролях, сейчас очень трудно играть без, допустим, с QuickCast, да? Ага, когда ты навел мышку, она уже скастовала, вот это... Да, да, да. Доля секунды сейчас очень сильно решает. Самое... Ну, я знаю, ну, QuickCast очень сильно решает. Угу. Все солеры, все вот, кто играет на корах, на каких там активных, на тех же Twin of Pain. Это доли секунды они очень решают. Раньше такого не было. Раньше скилл был похуже. Угу. Такого не было. Сейчас, да. Сейчас уже по-другому играть нельзя. Так, ну, Рикимару находят здесь, Курьера. Здравствуйте. Он был... Защего, он под волком это сделал. Да. Так, тут, короче, сейчас будем путаться 100%. Гангра у нас с Ластвордом. Бардар ничего не качает. Амсер у нас с Монат Дрейном. Кавпульсом. И с Мэджик Миссилом. То есть он дает стан, потом дает пульс, чтобы хиляться. Удем, а что он настицет? Моноберн. Моноберн. И еще с Виндетой. Ну, с Виндетой выходят, когда станчик дают сразу. Окей. Это с Виндетой выходит, что Станова не промажешь. Ну, если ты не совсем чайник, то что это Станова. Ну, да. Тебе не импейл. Это, кстати, да. Импейл немножко изменили. Кавпб где-то случился, я не понял где. Снизу папу забрали. Да, жди. Сразу на Берекимару. Кизанвиз. Так, а у Сашки чистый урон от Глэвов. У него есть Крик Винги, снижает броню. Стан, собственно, товарища Слордара и Соник Вейв. Интересно. А у Квапы Хаотик Оферинг. Как раз самый голем. Ну, забавно. А сверху у нас Рамзеса выход. И Рамзес так хил. Вот так вот у него был хил. И убегает. Хорошо. Внизу тоже какое-то у нас напряжение. Потому что у Лунафлай стоит в противниках. Окей, иллюзия. Замедлили сейчас Алоху. Алоха бежит. Еще и Стан поплавил. Ай-яй, этот Тавр-то подпрягается. Тавр помогает. Немножко еще и дамаги там потерял Рикимару. И вот пошли чистые. Самый прикольный прикол обилити драфта. Что ты путаешься. Ты забываешь, у кого какие скиллы. Да, это да. Ты стоишь под пушку. Ты плюс-минус рассчитываешь, что может с тобой произойти. Ну, смотря на обычных героев, да? Па может тебе дротик кинуть там. Или, блин, ебать, кануть. Варлок там может тебя похилить и там замедление кинуть. Но когда тебе от Варлока влетает стан. Ты в недоумение не отправляешься на патан. Ну, ничего не понимаешь. Поэтому вот эти тупые действия там происходят. Когда ты идешь, и тебя уже там два стана залетают. Каких непонятных героев. Это да. Там сам фан жесткий. Кому обхивал достался. Тоже очень жесткий скилл. А может, кстати, никому не достался. Потому что у нас скиллы остались же в этом. Как они? То есть какой-то был лишний герой. Почему остались? Наверное... Потому что там остались пули и скиллы. Мне добрали. Апхивала нету, по-моему. Нету, да? Апхивала. Я их смотрю, вроде... Я только сейчас прикликиваю героев. Нет, это консолька, когда все герои скакивает слева, такая таблеточка. Есть. Еще можно смотреть. Вот, что он челк нее. Так... Вот, и видишь, все скиллы у кого какие. Ага. А, о, удобно. Очень удобно. О, все, да. Есть такая... Ладно, 2-1, в общем, происходит, не поймешь, что на карте так. Вот, там кто-то... Ага, это Флай. Ну, хотя бы Флай от невидимости бегает, хотя бы Рикки остался тот, который должен быть. Срубает сейчас деревья, напал на паника или не напал. Или не напал. А у него, кстати, есть замедление. Он точно не кромс лудил. Да, у него замедление от Кэрррблейда, у него скрим квакпэй и инвиз сно, собственно, Ларикки Мара. Кэрн Афир спокойно можно выходить и нападать, смотри. Хорошо, подкоп, так, Волк пересчитал. У Фаника есть спринт. И что? И Фаника погиб. Еще кто-то пришел сюда, Габлак, с даггером просто на Слордаре. С блинком и даггером. А все происходит. С блинком и даггером, да. Ну что, 4-1. Вроде бы Габлак себя вот в этой мясорубке чувствует более уверенно в этом винегрете скиллов. В этом новогоднем салатке, нет, винегрете не новогодний салатка. Какой новогодний салатка? Оливье, шуба там какая-то. Оливье, да, селедка, наверное, под шубу ищет. О, я очень люблю селедку под шубу вообще. Так, Станчик, Байрзоль. Сантер очень серьезно замедляет, там просто дичайшее замедление. Да, и дальше просто идут месить четвером, они стопы все переместились, чтобы просто займить и поместиться четвером, и просто на атаку идут. Давай, Сантерка, выживай, получается, там летают деспульсы и убивают. Сантерка, выживай, побежит отсюда по флайву, там пару тычек пройдет, но его не убьют. Ну, серьезная тема. Когда после фикса у нас увеличение мощное добавили ему. И сейчас могут дальше продолжиться. Да, в принципе, еще дамагу там добавили, деспульс, хорошая штука, действительно. Некрофос. Самое забавное, это же, наверное, деспульс, один из топовых скиллов по роликам на ютубе, вот когда за тобой что-то летит, там через всю карту деспульс, а ты не пытаешься убегать. Я помню, что с первой доты было такое там. Я видел какой-то ролик персюты, он играл нас перед брейкере, забежал на базу к противнику, у него был армлет. Угу. Он там заманцевал от трех героев, убежал от них как-то, и за ним просто, он где-то по четвертым, по четвертым играме был, и за ним летело там восемь или девять камней. Таура, и он просто каждый камушек обузил армлетом. Круто. Что ты за цель? Так. Хауль. Ничего пока не сделает просто. Хауль. Клопа вместе с Некрофосом скооперировались на центре, а у Некрофоса глобал. Ага, понял. А тут голем. Так. Афтерлайф в инвизи заходил. О, хороший стан. И вот так вот идут с пульсом. Хорошая комбинация, но его подкопали. А нет, блинка-то нету, блинка-то нету, там еще айсберг побежал. Так. Слушай, а айсберг тебе где пассивки взял такой хитрец, чтобы чек-кнопок прожимать? Так, а где айсберг у нас, да? Вашнюю сил тьмы на верхней линии. Да, все пассивы. Башек такой и бэкстеп. Так. Станчик. Окей. Я не понял, что же он сделал, но что-то он там сделал. Кричит кто-то, не клопа. Бежит фугна в образе лекана. Фугна за ней летит деспульс. Лекан просто еще раз бросается бластами. Такой вот лекан бластирует, ой, и станчик, и настигает же вот этот деспульс, очень многое. Ну афиру еще подходит. Палку поставь, палку поставь, палку поставь. И ставит почему-то палку, и это ошибка, да, на самом деле палка как будто надожила. Вот так есть, вот она коса, как будто по Afterlife погибает он. А, это у... Не, у кого коса? Я не понимаю, у коса. Коса у Фаника. У лекана. У лекана. Ага. У лекана... У лекана, да. А, он еще не превращался во время живого? Превращался. Превращался, я не видел просто. Наверху они, наверху метились, он был во время живого. Сины света укрепили свои сооружения. Нет, жесткий. Вообще жесткий. Сейчас Afterlife должен пойти, у него на самом деле вот эти все силы. Открывать опять. Так что за ним? Можно посмотреть. Башню сил тьмы на верхней линии... Так, комбо-бомбо у него серьезная получила. Его на крыльях. Раскосори на 30 секунд. Угу. Отдыхает. Бесит вообще. Ну да. Понимаешь, Ильвий, что вообще байбекнуться не можешь. Вообще трэш. Тут же, кстати, один из тех персонажей, которые возможно появятся в скором времени в доте. Так, Нафаника набрали два тп. Вот так на всех сторон просто Нафаника кричат, убивает Фаника. Прилетел сюда. Нофер. Нофер, что будешь делать? Ой, Нофера втроем просто обрабатывает подков. Пустил как раз подкопать. Вот эти волчары побежали за Флайем. Даблкин, кстати, оформил Пиккимару. А вот Afterlife бежит как раз таким... Оп. И сейчас он помендеет. По энергией пошли они подавали. Все, сейчас убьют его, да. Оп, станчик. О, кстати, как же грамотно сделал, заметьте, Afterlife. Он не стал вносить урон там с руки, чтобы там физическим как-то дамагом продамажить. Он просто дал стан. Ну да, еще. Килл есть, как Араньский химистос, он его получил. Иногда Никсы просто вот так хотят дать этот свой удар из Вендетты. Самая главная фишка, это вот когда герой стоит под Тауэром, Угу. Вражая Таура. И ты пытаешься с Вендетты подбежать и ударить его. Угу. 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 А сразу можно подать станчик и фокуснуть там со своим другом каким-нибудь седом. Твой герой. Тебя видно не будет. В общем, дела пока идут крайне плохо. Вот так вот големы прилетают. Ага, и коса. Ты коса не убила. Ну, не убила. Ну, да, чуть-чуть не хватило дамаги. Так. Ага. А Вард работает. Не конец. Да, не конец лютый. Все тпшутся. Все что-то кидают. Галем. Галем там еще живет. Галем там. Квапа. У тебя там... Не квапа. Я знаю. Атакуй. Хорош стан. А, это какие-то... Он типа дает стан с лордар, но бросает в кинжал. Квапы. Это... Что же? Тут Вард танкует. Тауэр помогает в этом его забирать. В общем, несмотря на то, что счет-то был и сих пор в пользу Team Spirit, но вот с этим големом получилось выиграть файты еще и Тауэр забрать. Да, подкомбак лечь чуть-чуть. Башню сил света на нижней линии... Давайте может графики... Ооо, графики там вообще шикарные. Такие прям волнистые, да, в нуле. Ман кто-то подкушал. Микрофос, видимо. Микрофос. Мне нравится такой. Все скиллы разорно набрался. Кроме... Айгалема, конечно, Варлока. Угу. Ну вот, всегда хотел поиграть на Квапе Равзоре. Мечты сбываются в Новый год, друзья. Поэтому загадывайте желание. Если вы загадаете желание на нашей трансляции, то обязательно под Новогоднюю ночь оно сбудется. Ну а если не сбудется, то будете звонить нам и говорить, что за фигня, почему не сбылось. Но он сбудется, конечно. Пишите письмо Деду Морозу лучше. А, или так, да. А ты писал к тебе в детстве? Я тоже, кстати, вот не разу не писал. Рошан убит силами тьмы. Не знаю. Почему-то не писал. О-о-оп, проходили мимо. Слушай, а он в инвизи так и остался после Крика? Да, он же не выходит. Когда ему сделали вот это, что он не выходит из инвиза от переключения пауэртретса и так далее. Сейчас очень жестко все. Неплохо, неплохо. Так он продолжает преследовать этих несчастных, которые не знают, не догадываются. Так еще, да, вот просветили наконец-то. Думала, что ничего там нет, но все-таки там есть. Есть, да, а Global прожимают хорошо в разные стороны. Подков по троим, кстати, очень хорошо. Но погибает микрофон здесь. Бежим за Сашкой. Сашка тоже погиб. Минус три уже вот так вот. Слушайте, камбэк на камбэк. И дальше, дальше. Ах, вот эта коста по габлаку, габлаку. О, хорошо, там все-таки не убили его. Да, прыгает. Да, прыгает. Тим Вайф, Тим Вайф от команды. Тим Спирит. Да, неплохо. Стан по панику. Паника расконтролили. И завалили. Ну вот так вот. Нет голева, нечего суваться. Как бы намекают им перцам Тим Спирит. Неплохо, неплохо, неплохо. И уже они идут в атаку, и уже они нападают на Т1-вышку. Айсберг решил переместиться на оленю, потому что там вроде как можно отпушить, но... Варлок. Сейчас веточка пойдет. Давай. Есть все ультимейты? Кроме, кроме, кроме... Нет, есть все ультимейты голем есть. Как раз сейчас будет замясяк. Угу. Ну, кроме глобала. Ну, глобала тоже можно, в принципе. Глобал, да. Такое. Такое, да. Вообще, зачем его убрал? Надо было ультимейт какой-то другой прокачать. Ну, да неважно. Идем по Т2. Есть у нас голем, есть у нас варды. Если что, мы Рики увидим. И увидим такие. Так, Бласт. Ну, хотя бы с Бластом, да? Незер Бласт. Бластом и волками. И шип-шип у него. Так, еще один Бласт. Ну, по фортифицированному Тавру. Башню сил света на центральной линии. Еще давай, Бласт. Атакуют. И еще Бласт. Ну, Бласт, конечно, серьезно. Тавр вносит. Помогает. Последний. Ой-ой-ой. Я думал, Динайк. Ну, так получилось, что они вроде как разрушили Тавр без использования голема. А это значит, что они могут продолжить свой пуш, там, какой-то другой Тавр могут попробовать забрать. На топе, например, смотреть, что Т1 до сих пор стоит. Но вроде бы... Нет. 0-0-8. Хорош. Сейчас, может быть, 0-0-1. Но... Лайф его спасет. Обязательно. Так. Ну-ка. Кстати-ка, давайте по счету смотрим интересное. Может быть, что-то будет. У нас здесь 8-3-10. Да-да-да-да-да-да. Ничего интересного. Ну, да ладно. Так. На блинке. Ай-яй. Афтерлайф. Афтерлайф. Ой, косу повесили. Глобал, да, прожали. Вот 64 секунды. Ну, зря, зря он так сделал. На самом деле, я не знаю, зачем Маука Блак повел эту атаку. Дождал всех, что все подошли. И там какую-то драку можно было начать. Ну, так ты просто вышел из анвизователя. Вкуснули моментально. Это никого не убил. И еще и вздох сам. Угу. Ой, голем на голову упадает. Плай. Пожите. Махнулся с более. С резолюшином. Ага. Так. Пласт. Ну, а тут, скорее всего, просто будет. Ведь там есть подкоп. Будут бить этот несчастный тавер. Волки. Гэмк. Здесь серьезная такая армия. Галема. 900 хп. Винга. Ну, в общем, Саша кричит голосом Винги. Габлак. Габлак. Габлак на блинке уходит. Есть у него. А, удача ультимейт есть? Можно еще подраться как-то. Ну, да. Ну, калема эти волки неприятные. Так. Лайв подошел. Ох, ультимейт от Сашки-то. У вас-то там чуть-чуть хп-шечка осталось. Тавер, дедбол, убирайте, скорее всего. Давайте еще один ласт и все. И разбегаемся. Ультимейтов нету. Сейчас ультимейты в Team Spirit все есть. Все ультимейты. Ну, не надо отступать тогда. Ну, хочется, конечно, тавер добить. Ну, опасно, опасно, опасно. И вот уже Габлак вперед бежит. Все, все. В калдауне сейчас будут догонять. Так. Нашли уже. На эфира есть продоподкоп Карапати. Окей. Окей. Айсберг, мид айсберг. Там летают. Праджи-стайлы. На эфиру больно. Его подкиливают до смерти почти. Но он выживает. Остается Алоха. Алоха. Ай, нет, Алоха нет. Алоха погибает. Сашки не знает, что делать. Прожимает стики. Будет просто отсюда убегать. И его откусит или нет? Стам, стам. Вот. Доблкил. Хорошо. И на эфир. На эфир. На эфир. Не бойся. На эфир. Мы с тобой. Никакого страха. Ему главное вторую урну не словить. Надо станет делать. А, не видит он. Не видит он. Ага. Застанел. Должен был услышать как минимум. Может стик прожать. ТП делай. Нельзя ТП делать. Ты чего? Да. Нельзя было ТП делать. А он бы размансил, если бы убежал. Ну, может быть. Как раз этот скрим не достал бы до него ночь. Просто ночь. А ночью можно сделать не замансил он. Потому что вот здесь стоит вард. Ну, это только что поставили. Да, только что поставили. Может тогда размансил. Но ночью можно мансовать как угодно. Ну да. Ночь. Время для мансов. 23 на 12. Давайте еще раз графики чекнем. Но опять же там все в нолю. По ценности. По XP чуть больше. Чуть лучше у Team Spirit. Ну и по счету тоже чуть лучше у Team Spirit. Так, на 10 фрагов примерно. Артефакты, я так понимаю, в этом режиме тоже бесполезно какие-либо покупать там. Ну да. Артефакты. Либо на пуш. Либо на пуш, либо на жир. Просто собираешь все и месишься по кулдауну. Так. Там в лесу. Габлак прыгает, бросает кортик, замедляет. Слайя может крикнуть. Я запомню, что есть крик. Ок. Ок. Урон. Обрасывает. Хорошо. Габлак прыгает на ход. Габлак просто с руки квапу забирает. Бегает там. Ох. Стан по резолю. Поздновато конечно. Прожали. Просто кричит. Сашка подходит. Сашка будет драться. Там все просто залетели. Залетели на Фанника. Фаник живой. Фаник пытается что придумать. Фаник беги. Фаник живи. Фаник не знает, что ему делать. Подкопал. Там Сашка дает стан. Поним. Или он дает стан. Стан. Фаник салится. Фаник так ничего и не смог сделать. И Сашка. Интеллект. Больше всего раздражает это Уолус OneFly. Потому что он бегает в инвизе. Против него вижена такого нету. Только если под тавер подходишь. И он постоянно бегает и каждые 7 секунд дает тебе вот эти скримы. Скримы дает и замедляет. Если ХП мало, то еще и с тобой жизнью. Мерзко ты остался с Ассасим даже со своими скайлами Мерзко. А старейший Рикки? Да, да. Башня сил Тьмы на верхней линии атакует. Настоящий Рикки Мару. 32 интеллекта украл уже саленсер. В. Замес 27 на 12 счет. Неудивительно. Ее удивительного нет. Так. Кто там? Это Габлак. Фиксировать нечем, кроме косы. Нечем. Станы. Станы. У хвоста есть стан. У Микрофоса есть стан. Ну, в принципе, что и попасть надо. О, вот так. Попадает големом. Хорошо, еще и полнофилд. И Габлак на блинке уходит. Габлак я еще не видел, чтобы он I of Storm юзал. Или, может быть, юзал. Может, он только закачал его сейчас. Ну, в общем-то, да. Может быть и так. Вот опять мерзкий Флай. Да. Пришел, дал скрим. Треть хп пропаса закоцал. Так, есть станчик. Лоша. Лоша минус Лоша. Есть крики вот эти вот приятные. Карапаси. Карапаси уже поздно. Фаник не знает, что делать. Бежит назад. Там под големом надо драться. Есть подкупа двоим. Хорошо, Сашка. Есть коса. Коса по Флай, Флай. Все-таки Флай погиб. Там ультимейт Сашка накрыл. Но, по-моему, не под косой. В итоге Afterlife сюда убегает. Рамзе сражается. Стан получает. Рамзе и Галебова добивает еще. Стан в ответ Сашку. Прыгает туда Габлачок. Что-то будет делать крик по Габлаку. Габлака можно с руки просто развалить. Сашка погибает, падает в зад. Лол, Габлак. Вот это удача. Древний Грохозавр заехал и выстрелил в него. Это английская или русская? У меня русская. Да русская же у меня. Древний Грохозавр. Да, русская. Древний Грохозавр. Да, русская. Древний Грохозавр. Кто эти на зоне придумывает? Ну, интересно же название. Грозавр, что у нас все сверху. Надо ТПшиться. Если ты не ТПшишь, то уже поздно. Их Сандр есть. Еще, на всякий случай. Ну, а как бы ты назвал этого древнего Грохозавра? Если бы ты называл… Ну, не древний Грохозавр. Древний Грохозавр. Вот, ладно, вот. Как он? Рыженький, еще нормальный. Древний Громозавр. Ладно, еще пойдет. Грохозавр это что-то? Не то, да? это пальто ну ладно вообще нету от 32 на 15 32 на 15 интеллекта все больше и больше у саленсера слушай а ты не помнишь как там у нас развивался разве события во время драфта по моему реки первым делом вот он по моему первую или не он первый выбрал но он сразу схватил свою инвизную штуку вот может быть софия честно я помню что габлак находился в левом нижнем углу а них находился вот так вот он сейчас в инвизии еще и дополнительном он виде блинк появился у сашки но он такого кэри играет ваге монады шуфру скусить один не похож на обязательно нарушать и мы поместимся ребятишки давай тогда может они давай давай напишем им сейчас гонг рошана нет но не хотя да как видишь хотя а вот нападает 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 автор life правда не видно радосты пол делает и голем приземляется прям на голову этого бедолаги и его голова уже страдает мигренью вторые сутки но сейчас его немножко ну слушайте он чужой подогадобейте в общем дело или его не видят опыта защитным а вот они ждали пока косу я ждали косы сейчас кто-то будет отходить вот такой вот аллоха дэнс его можно будет смотрел попов нет чего ты делаешь то ли авто life after life привет такой ты after life нужно здесь обязательно есть там микро фаса ваш по-другому рано центральной линии атакуют уже ставь центрю и копали но там сражается габлак бкб у него есть есть global там все кричат минус 3 уже квапа все еще живая клапанят как вам отгибается скута будет таверне на блинке уходит габлочок сил тьмы на центральной линии доллара шана теперь может набить силы тьмы укрепить покой сооружение счет 3318 а на самом деле игра то ровненько по золоту там вот этот трешка не очень много что по опыту тоже они уберут 2 килов так там айсберг нашел сашку охо сашку-то забуду на заплатили габлак прыгает и правда подстан сашкин так саша дэнс саша дэнс по таврам антилл ансил но не замансил барабанник купил норм фаник скотой кстати а не к опасной так а там внизу какое-то сражение after life что бегает за фаником за фаником сак ультима это работает реки мару дэнс паник получил о как больно-то под башек слабил то кстати нормальный сринаде блин страйк и еще баш заработал да очень-очень приятно блин страйк и баш а еще можно было блин взять и какой-нибудь анчик вот ла ластворд наверно там заменить заменить бы реально на блин просто супер мобильный был айсберг через вап родной взять они тогда нельзя блин страйк ну ладно так иллюзия пугны бежит вперед а в спину заходит after life ну давайте может быть на этот раз получится он ризоне может убить касса а к лоха махил то лоха и барабаном вот когда уходит отсюда а вот разворот большой проблем разовой погибает а лоха нет и ноуфер делается пол чем вы сбить т.п. нечем сбить по авто работают она работает на ура просто так у аганим появился теперь два голема будет кстати оба в наличии от 2 бакенбара появился вот им сперед облака я видела еще у кого и соответственно у лоха и у венге а кстати бегут рядышком венге летит да окей еще один бакенбар фармит тераблайд у него как раз тоже будешь а тут лишь не салют рот ему тоже будет взять уже 8 атакует башня сил тьмы на нижней гей разрушена надо как-то сейчас попробовать вот я не знаю кто банды не взял фатал банды варлока так очень жесткий на самом деле для таких постоянных замесов как обычно замес нормально тоже аль два культу сань айки и вот глобал я кого не отпускает айсберг бы когда прожал бак тоже поражал но у ее и прыгает на блин страйке вот там за не раскрыл рамзеса рамзеса забьют а его нет а удача уходит какой коварный просто вот они женщины вот они девушки на винга на вингу тоже не отпустили голлайк приходит там резоль от него убегать а тем временем автор лав тоже заходил в спину кричит а улбэс на флай может еще раз крикнуть есть у него сандр слушайте размен уже два в два но папа тоже погибает сашка там с руки наваливает автор лава сбежит флай что флай флайк голема убьют или нет сашка его добивает големы падают или не падают или не падают по идее лайв должен забирать но есть пендета стан на стан просто обняли станом и по лицу и по лицу так вот дала но серьезно подрались 33 заработал сашка дэв конечно 1400 монет ну что аганим наверно надо собирать я не знаю что еще можно делать надо как-то это монцевать но как бы если квапе собрать блинг тонн просто ворваться дать големов и под големов быстро прокат сделать там голем ненадолго станет но как-то там вот за счет големов быстро скилл и побросать противника чтоб ну потом уже было не страшно не бкб прожмут он еще рефрешер как раз собирать начал голема будет 4 голема в ближайшем будущем наверно что там у нас драка бкб работает и паник убегает сюда но не до конца он убегает блинг блинг но волк быстро резолюшен очень быстро классе еще один будет так через секунду и вот эта секунда и вот блинг а кстати вот ульта работает наконец еще один блинг так кто здесь здесь after life а здесь сашка а у сашки и блинг и форстафану так накричал на after life а вид на его ризоль ооо как больно ему влетел моноберн просто на все хп почти разорвал это габлак по моему бросил его в воде крифа и моноберн это вообще ужас был счет так что стан панул фир вау моноберн значит на самом деле тут четыре тастера с большим количеством интеллекта и вот этот моноберн он бешеный просто дэм мгм множитель 5 да допустим и погнул у него самый жесткий прирост у нее сейчас 94 но сотка ну нормально по пятихатки просто каждый раз ну да а эм вот этим и кирпи парка поездку соответственно по 40 процентов больше по 40 так то так ну в общем либо так вы смотрите это же сажен на 60 ясно 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 подписи мага просто моноберна 800 даже о големы 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 только что дамажем дамажем тематого коса а вот так вот минут реки мару сразу же остается здесь почему-то террор блэд он не пошел назад он пошел вперед отлично для внимания пока остальные отступают но если была в этом задумка то она удалась у империи есть комбинация их вот эти три жестких ультимейта ульта пы колемы коса сайл цико сада они хорошо раскачетивают и с ними очень трудно драться но когда этого нету их просто снова болят все играть подряд дальше драться вообще тогда блат стоун у терлайв и он там бегает виндетти ожидает уже на резоне чуть ли не с прокаста убьет но опасно опасно 54 директор 54 какой какой образованный то 18 плюс 21 ну реально уже с руки 162 без 165 ну что за плюс 3 не очень так мало глэвов родных нету поэтому мальчик мало дамажется ну да глэвы и у сашки обстанчик по сашке и ищи моно берн да и спрятался так а вот не кратчей призвали барабанчик бежим бежим атаку окнах вот сашка залетел на рамзеса рамзесу очень приятно рамзесу бкб когда же бкб то надо же до сражения не после ясно в общем его забрали големов пока нет но они будут через 70 секунд может быть и не понадобится тут некрочит уже нормально работают в резолюшн на пуш просто все у него эти и иллюзии от серых блейда и волки он вызывает и бластом пугновским постоянно татура куц и так кричим fly в стане одни глобал есть убегаем улетаем на уфер но террор спался вот так вот все да все убегают лолтор за ризу сторону не забрали но главное забрали tower 2 3 будет это я помню как того времена там когда чего-то не было соревновательной она появлялась очень много там вот таких там турниров которые ну такие полу там аматорские и вот всегда там с некрономиконом были проблем только одного там говорили можно собирать них и не кроме к он там очень сильный был чуть ли не в два раза сильнее некраса который сейчас четвертая бкб уже ли как он говорит да да четыре бкб на счет не красят сильные вот они два некраса да у них одного атака там девяносто еще и скорость огромная лицо разбивают да а там еще хуже некраса были так так и чуть ли не 7 на 5 есть ты одни не понимаешь 7 на 5 дракой так вот опять комбинация ну не совсем хорошо на самом деле а габблак то выживает каким-то чудом там успели а для муж что соник в его нету никого ну или шо или погибнет тупо отдел есть бкб забирать уже два персонажа империи бегут и назад есть хауль голем это бегут всех преследует вот так там винга добивает угну хорошо ли мы сильно дамажит надо разбирать и всех забрал нового так сашка ульту не дал получилось но у вар глубоко стоит вар может как-то спасет минус голем чик колем быстро подачи еще один минус армор на голем и просто его сурки бюдер разговаривал про голем отказал на такой стадии уже под этом сильно кота дамы штуки как раз таки пас вардаров а космету этого твои то не подбирал по слабость габлак вырывает этот кортик так это забавно смотрится так она просто функция сашка пока еще как-то поживет немножко может быть если что вот сейчас все герои поднимутся они не дадут забрать в сторону так я яма остался от микрофоса алохи больно алохо бежит у него почти репрессор готов чуть-чуть не хватает но до сторону то смотрите тут уже некому по сути бить очень лоу хпшные персонажи там час пугна придет 2 пбк есть пока они так стоят есть у сашки есть у алохи венс у копы может даже не по не понадобится слушай или понадобится но глаз там как-то сейчас будет отбрасываться до конца паник смотрите вот в ранжевой форме стоит такой вот весь из себя и убежали старики убегают то что крипы там ну не потому что крипы подошли к товару нет как вы просто подошли там к баракам но убегать потому что воскрешаются герои так аганимус ордара а что габлака за ультимейта у него айл за торм но рейдер скина и так такое ну хотя почему то вот товара будет бить бараки будут бить смотрим ты в таки под бкб на самом деле когда он бегает но нам же на новость пором же дамаг ну да а смен с армор накидывает кто там у нас с армором бегает второго борьба это довольно больно очень но сыграл фокусишь одного героя каком-то окей но одну минутку просит фаник паузу так 1500 на руках у клопы рецепт сколько 1600 стоит еще 800 так у дорогущий рецепт еще получается 300 монет ну там если совсем палец каша стики можно поражать продать продать ну жать потом продать обычно стики прожимают я вот заметил стараются геракит не просто выложить там если не уже не нужно именно поражать чтобы там потратить заряды не зря шкопил и потом только использовать 50 на 27 но фрагов конечно огромное число делают команды ну вот на творце кстати у всех практически одинаковые там 13000 соли серо остальных четверых которые даже пятерых героев там практически на одном уровне да даже нет лолдом всех статья 11 11 11 11 и потом 9 9 9 там 9 ровн кероникам за место какое даже не смотря на счет на счету в два раза преимущество перед но отпор дают имперцев сейчас как раз будет та стадия когда у них будут и големы 45 секунд и ультимейт варлока и рипер улика нам практически всегда готова админ с мором на рожан и нападать на деле под все ультимейты теперь очень трудно братство первых это делаешь подвар пугны он слышит пусть оттойка вторых тебя сейчас еще залетят все ультимейты быстро забирают габлак набрал тебе имморталити окей микро не короче развалили по голове голема хорошо очень больно global габлак пошел в атаку него конечно есть аегис он не боится никого нагрева еще а я вот сейчас там прыгает как рик големы разделились габлаку то выбили аегис вот так вот разделить его убили хорошо там дальше крики не крыто бегать не крыбют големы тоже там гоняются за всеми вот так вот по венге венге очень больно там какие-то слабые что такое есть подкопа твоим вот он ультимейт окажется от сашки окей но пропа погибла габлак встал же после эгиса и сражается результата завалил флай бежит за ними крачи бегут сашка тоже за ним бежит все за ним волк развернулись пытаться это защитить сашку сашка дает стан сашка уходит сашка на блинке а и сбивается потому что я не просто 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 давай 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 так мансит ух какой но сейчас реально рефрешер не хватило вот был бы рефрешер было бы совсем по-другому сашка почему-то остался здесь ну и погиб естественно первых рефрешер у вторых айкс был тим спирита в третьих не было мэйтов в одно время пони все грамотно кинули в одно и то же время то там два героя упал бы сразу а можно было бы снова полить остальных а так они разделились так ну теперь есть а теперь нет рэфрешера зато есть големы ясно силы тьмы украли свои сооружения т4 есть фортификат очень конечно давать так вот просто на халяву сторону в арт поставил на эфир и есть подкоп то наш 1-го этот самый подкоп окей лялочки летают големы в голове автор плавчим больно на стрелок в погоне бкб и у габлака тоже габлак кортики бросает на эфир на эфир отходит на эфир и пытается терять но нет на эфир погибает габлак на брюнке дальше там галяву отказают русову на флайм флайм больно назад есть манта стайлу венгейта кубокил то лоха айсберг 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 это нашел путь свободен но коса коса тоже нашла айсберга каждого айсберге своя коса кашлыка страны как-то так но битва то продолжается смотрите автор-лайф вернутся как лопнул просто это сыр или что-то как а нет мы не будем играть просто вот армор и лопнула гендеты и не оправдан просто мгновенно подплялся было в нем мало кп потом что-то много как-то добавилось ну ладно взорваться конечно да очень серьезно ну я думаю так же нету ни одного байбека вообще у команды и поэтому сейчас будут ломаться две стороны скорее всего сейчас тот будет выходить по одному умирать и после этого грешка записана террельцам 3 сторона там еще это два стоит ну они сейчас будут умирать У него ультимейт, есть Крик, Тан по Сашке, Сашка когда-то у-у-у, Сашка это форс автор, сам себя спасается на фонтане. Ты посмотри на демэг Сайллсера под всеми бафами, просто посмотри, под Вингой, под Уровой и под Владимиром. С 7 плюс 7 взять, у него просто 375 было, да. 375 демэль в сроке. Вот так вот. Давайте подчекаем скорость в стаке, скорость в стаке кстати не самая маленькая, руль 78 довольно шустренькая, бьет. Сейчас он все купит как раз мистик став, у него будет ровно 400. Решил Рикимару приобрести некрономикончик, но у нас будет война некрачей, пускай там уже третьих, пока 2. 3 некраса. 2 в одной команде. Угу. Да. И второй, второй некро у флая. Алохо Дэнс бы тоже может быть не помешал бы такой артефакт. Алохо Дэнс взорвинил просто игрой, то он своими выбрал самую хилл плов. Иллюжиян. Прихлопланица. Развора выбрал. Буду я развором, пожалуй. Ну да, хотя бы ультимейт он полезный взял, кстати откатывается, и ультимейт, и рефрешер. Вот если сейчас подраться, то можно… Даже неплохо там… А кстати, бай байка на них у кого нет, есть врыв, есть там, есть имейт… Ой, 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 глобал, хорошо, големы полетели, големы, Но вы нужны големы или не нужны големы? Развалили уже Вингуд, но секунду её не будет, ну естественно. Так, Флай, Флай бежит, за ним погоня, за Флай, просто вся толпа за Флай! Ох, как Флай, это больно, вот так вот. Сандер даёт Флай, а почему тогда подхилялся, понял, Сандер тогда был. Есть ещё стан, Флай. Срочные перья надо просто вниз бежать, пытаться забирать хотя бы эту сторону, как-то выравнивать просто ситуацию, потому что он... Флай уже бежит по центру. Афтерлайф бежит и он, на самом деле, в одиночку может забрать и Тавр, и потом ещё и Трон. Да, с иллюзиями сейчас ещё побьёт. Ну, надо, сейчас растопавшиваться уже. Тавр упал, крипы не слабенькие, это... Силенные крипы уже, Трон будет падать быстренько. Крачи упали. Големы тут, конечно, обьют Тавр, но... Ха-ха, бросает, не крепит, пает, но вы с големом. Габлак, так, наверху сражение, бай-байк, вынужден наделать кваба. Богоподобен уже Афтерлайф. Так, что-то падает. Сейчас, на самом деле, можно всем собраться, как раз подождать всех и просто зайти. Паник, вот не голему ещё раз. Ох, больно-то, Рамзес дэмэдж теряет, Рамзес БКБ прожал. Рамзес бежит назад, Рамзес за ним, Резолюшн, удар! Убивают они его. Габлак поступает в сражение. Есть расфрешер у Габлака, расфрешер, вот это да. И Сашку просто месяц, 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 месяц Сашку. Три в четыре размен. Габлака, Големы, Големы, Габлака. Габлак там дальше, за последним прыгает за Нонфьером, убивает Нонфьера. Триплкил уже совершает Габлак. И Големов убивает параллельно. Соляндру, соляндру, капитан тащит. Так, вот, автолейт приходит. Ага, храпати, подкоп. Автоллель со двумя героями спокойно справится. Ну да, с каким-то дэмэджем. С шастердет ударит. И милт с римми, ну, 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 зайди, ну чё ты испугался? Гегая прописывают имперцы. Такие замесные на мобилити трафте. Вообще ничего не понятно, что происходит, что касают. Как-то, ну, действительно, непонятно. Игроки, интересно, понимали, что происходит. Действительно, ты можешь забыть, что не только, что у противника за скиллы, что у тебя за скиллы. Что, капитан привел к победе свою команду? Я думаю, к поражению привел свою команду товарищ Queen of Pain. Ага, вот так. То есть это бэхс.